Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 26 главы книги «Деяний», в которой описано выступление апостола Павла на суде перед римским прокуратором Порцием Фестом и царем Агриппой. Апостол Павел начинает свою речь с указания на то, что до своего обращения в христианство он сам был фарисеем и жил, как он пишет, по строжайшему среди нас исповеданию. И вот, естественным образом, апостол Павел, рассказывая о своем фарисейском периоде жизни, он переходит к рассказу о своем обращении. Это очень важно, поскольку уже третий раз на протяжении все книги «Деяний», мы встречаем описание обращения апостола Павла ко Христу. В 9 главе, в 22 и сейчас в 26. Каждый раз мы узнаем какие-то новые подробности. Каждый раз, читая книгу «Деяний», у нас есть возможность сравнить эти три описания, узнать что-то новое, и каждый раз наличие этого рассказа, оно оправдано. Если в первой части книги «Деяний», в 9 главе, это событие, оно пересказывается деписателем Лукой, и оно включено как бы в единый процесс истории развития христианской веры в Палестине, в Иудее и в Сирии. Во 22 главе рассказ об обращении Павла он уже вложил в уста самого апостола Павла и является элементом его защитительной речи перед иудеями, как раз тогда, когда он был схвачен и потом освобожден тысяченачальником Лисим. И сейчас, и сейчас, оправдываясь на суде перед порцией Фестом и Агриппой, он вынужден об этом говорить, поскольку, как он здесь же скажет, что «я не мог воспротивиться этому видению», то есть «как это не могло пройти мимо меня». И поэтому, что удивительно в том, что Бог может воскресить мертвых, ибо за проповедь воскресения Иисуса Христа и воскресения мертвых на самом деле я преследуюсь. Вот это третье описание явления Христа апостолу Павлу, оно содержит ряд таких подробностей. Например, именно здесь говорится, что Христос обратился к апостолу Павлу, говорил с ним во время этого явления на еврейском языке. И именно здесь, в этом описании видения, слова Христа к Павлу приведены как бы в максимальной редакции. Причем в этих словах Христос как бы предначердывает, предсказывает весь жизненный путь апостола Павла. Вот что говорит ему Господь. «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои». Здесь очень интересно, что обращение к апостолу Павлу на еврейском языке, но касается не только самого языка, но и даже способа выражения мыслей. Мы здесь видим такой характерный для Библии, для библейской поэтики параллелизм. Можем просто сказать «встань и иди», а Христос говорит «но встань и стань на ноги твои». Это такая особенность интеллектуального стиля, библейского стиля. И интересно, что и Господь, обращаясь к Павлу на еврейском языке, он не просто говорит на этом языке, а мы видим даже в речи Христа вот эти нюансы не только языковые, но и стилистические. Это очень важный момент. Важный момент, касающийся того, что Господь, обращаясь к нам, хочет быть понятным. И Господь, обращаясь к человеку, говорит, обращаясь к нему на языке той культуры, в которой этот человек живет. «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Христос обещает апостолу Павлу некое откровение, некое знание, которое Павел потом должен будет проповедовать. Это действительно так, поскольку апостол Павел не знал Христа при жизни, и более того, как свидетельствует сам апостол Павел, что он не был научен апостолами. Следовательно, та проповедь, с которой обращается апостол Павел, это результат вот того мистического откровения, того знания, которое дал ему сам Христос. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя». И мы с вами знаем, что основная миссия апостола Павла – это была проповедь именно язычникам. И оказывается, это было не просто так, но Господь определил его именно для такого апостольского делания. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными». Поэтому проповедь среди язычников, взаимодействие с язычниками – это не прихоть апостола Павла, это то приказание, которое дал ему Христос. А ведь именно за то, что апостол Павел проповедовал среди язычников и обвиняли его, это, конечно, было не единственное обвинение, но его общение с язычниками смущало не только самих иудеев, но и многих христиан, которые обратились в христианство из иудейской веры. Поэтому, царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению. И дальше апостол Павел кратко рассказывает о истории своей проповеднической деятельности и завершает свое выступление словами, в которых, наверное, содержится вся суть евангельского благовестия. А именно, «Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому язычникам». Действительно, суть Евангелия в чем? Весть о страдании Христа за нас и о воскресении. Суть крещения в чем? В том, что в крещении мы умираем и воскресаемся Христом. Суть христианской проповеди в чем? Что Христос пострадал за нас, умер и воскрес. Тем не менее, на эту пламенную речь апостола Павла мы видим неожиданную реакцию со стороны его слушателей. Я советую всем, кто смотрит наши записи, обязательно прочитывать текст главы, который мы изучаем. Мы не можем коснуться всех необходимых деталей, но каждый, кто прочитает эту речь апостола Павла, заметит, что апостол Павел говорит с очень сильной экспрессией. Он раскрывает перед слушателями все свое нутро, все свое сердце. Его речь пламена, откровенно. Он говорит о себе все, как бы полностью обнажаясь в переносе мысли перед этими людьми. Но, тем не менее, слово апостола Павла не достигает здесь желаемого результата. И вот эту трагическую правду передает здесь написатель Лука. Когда апостол Павел таким образом защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Наверное, это как ведро холодной воды. Читая речь апостола Павла, мы не знаем повествования целиком, мы не предполагали такой реакции. Почему? Что в словах апостола Павла заставило так отреагировать вот этого римского чиновника? Апостол Павел, несколько будучи обескураженным, говорит, «Нет, достопочтенный Фест, я не безумственно говорю слова истины и как раз здравого смысла». Естественным образом апостол Павел начинает искать какой-то поддержки у присутствующего здесь царя Агриппы, который, наверное, по мнению апостола Павла, должен быть лучше осведомлен во всех этих делах. «Ибо знает об этом царь, перед которым я смело говорю. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли царь Агриппа пророкам? Знаю, что веришь». И ответ Агриппы, в общем-то, в таком же стиле, как и у Порция Феста. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал, «Морил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, но не только ты, но и всеслушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Вот даже здесь апостолу Павлу нельзя отказать в такой изысказе художественности его речи. В этих образах удивительных. «Я хочу, чтобы вы были такими же, как я, но только чтобы этих кандалов не было на вас». И, наверное, на протяжении предыдущих глав, начиная с 22, 23, 24, 25 главы книги Деяний, мы, наверное, могли заметить, что апостол Павел сталкивается не только с теми людьми, которые его слушают и принимают его проповедь, не только с теми людьми, которые ненавидят его и противодействуют ему. Вот эти два полюса, они здесь абсолютно понятны, объяснимы, но он сталкивается с иным типом людей, которые не за апостола Павла, которые не против него, а которым все равно. Они живут в каком-то своем мире, и Павел их совершенно не волнует, ну, может быть, как, опять-таки, источник чего-то, что могло бы в их вселенной, в их космосе, как-то им помочь. Это и упоминаемый прежде Феликс, и, как мы видим, Портифест, Агриппа. И вот возникает вопрос, а что тяжелее вынести сердцу человека? Ну, понятно, нам радостно, когда нас принимают, нам горько, когда нас отвергают, но, наверное, еще тяжелее, когда люди нас не понимают и когда люди к нам безразличны. И мы видим, что апостол Павел на протяжении своей жизни он переживал все эти столкновения и состояния. И, наверное, очень важный здесь вывод из жизни апостола Павла и для нас, чтобы мы не удивлялись этому, чтобы мы не удивлялись, когда мы обращаемся со словом проповеди, что нас кто-то не слышит, кто-то против нас, кому-то мы безразличны. Если апостол Павел, да и что говорить об апостоле Павле, если сам Христос не могли добиться всецелого принятия своих слов, то что уж говорить о нас, людях несовершенных, не имеющих такой благодати, поэтому не будем отчаиваться, если, может быть, нашего доброго слова кто-то не слушает, поскольку люди разные, да и сам Господь, и даже великие апостолы, они переживали разные отношения с людьми, но при этом всегда, как мы видим, оставались сами собой. Но неожиданный поворот этой истории, они не перестают нас удивлять. То есть, с одной стороны, мы видим безразличную реакцию вот этих людей. Чем она объяснима? Трудно сказать. Я позволю себе, как бы, такой дерзость, предполагать, что, конечно же, это обусловлено неким внутренним состоянием этих людей. Например, слушает апостол Павла, здесь на суде, девушка по имени Вереника. Это сестра этого Агриппа, сестра Друзила, о которой мы говорили раньше. Иосиф Лави пишет, что в Русариме ходили упорные слухи о том, что брат и сестра живут в кровосмесительных отношениях, в непозволительной связи, что, конечно же, бросало мрачную тень как бы на эти личности. Ну, или это слухи, или это правда, но мы понимаем, что эти люди, особенно если это правда, находились в очень тяжком внутреннем духовном состоянии, духовном отчерствении, духовного падения. Поэтому, конечно же, неудивительно, что благодать Павловых слов, она проходит мимо их сердца, не прибивается вглубь их души. Но, как люди здравомыслящие, они видят, что о чем угодно свидетельствует жизнь Павла, но только не об уголовных преступлениях. Поэтому, удалившись для совещания, они делают благоприятный для апостола Павла вывод. Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и всидевшие с ними встали, и, отойдя в сторону, чтобы посовещаться, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Поэтому и решился правитель послать его к кесарю. Почему нельзя было в данном случае изменить это решение, поскольку с исторической точки зрения то, что происходило с Павлом, было формальным судебным процессом, а в судебных процессах была определенная последовательность действий и был ряд действий, которые обратно отметить уже было невозможно. Так, например, обвинитель не мог взять свои обвинения назад, а в противном случае тяжесть возмездия и закона нападала, в данном случае, на него. Поэтому и здесь, будучи связанными определенными формальными юридическими причинами, эти люди, видя невиновность Павла, тем не менее, отправляют его на, оставляют его формальное заключение и отправляют на суд римского императора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...